Всем привет! Каждый день команда Универ Ньюз готовит для тебя порцию свежих студенческих новостей. В эфире я, Диана Шилова, и мы начинаем. Ректор КФУ принял участие в открытии Международного Казанского форума «Межкультурный диалог». Выпускник лицея имени Лобачевского КФУ завоевал золото Международной Олимпиады по информатике в Японии. 50 первокурсникам ИТИС КФУ вручили гранты правительства Татарстана на обучение. Форум по межкультурному диалогу начал свою работу. С подробностями его работы вас познакомит Аделя Шамилова. 5 сентября в Казанской ратуше состоялась торжественная церемония открытия форума по межкультурному диалогу. В мероприятие приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, президент Республики Татарстан Рустам Мениханов, ректор Казанского университета Эльшат Гафуров и другие. Актуальность приобретает сохранение и развитие языков, культур и традиций народных. Развитие межкультурного диалога во имя исключения агрессии, разрушающих форум информационного натиска и конфронтации. А также преумножение нравственных и духовных ценностей как важной составляющей воспитания нового проколения. Мероприятие пройдет под эгидой Государственного советника Республики Татарстан, почетного доктора Казанского федерального университета и специального посланника ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Ментимер Шаймиева. В своем выступлении Ментимер Шаймиев обратил внимание слушателей на большой вклад Казанского университета в проводимые работы. 117 лет тому назад, 21 сентября 1901 года, состоялось торжественное открытие Загородной обсерватории Императорского Казанского университета в честь выдающихся ученей астронома Василия Павловича Инбергана. Он долгие годы состоял из переписки с директором Казанской городской обсерватории, ректором Казанского университета Дмитрием Ивановичем Дубьяным. 21 сентября 2014 года Казанский университет сдержал данные им слова. Благодаря усилию днешнего ректора Ишака Аркадовича Ивкафорова, здесь он присутствует, и его командой была исполнена последняя их воля. Быть похороненными рядом друг с другом в окружении любизных и в сердцу инструментов. Также в этот день состоялось открытие первого в России музея археологии дерева на острове Градис-Виярск. Состоявшийся форум призван распространить положительный опыт мирного существования представителей разных национальностей и вероисповеданий на территории республики. Отмена лучшими практиками по сохранению культурного наследия. Аделья Шамилова, Универньюз. В рамках международного форума ЮНЕСКО в Свиярске был открыт музей археологического дерева. Остров Свиярск включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Проект музея был реализован Казанским федеральным университетом, в частности, Институтом международных отношений. От КФУ принял участие ректор Ильшат Гафуров и директор Института международных отношений Рамиль Харудинов. Остров Свиярск представлял, по сути дела, кто считал Солженецин, ГУЛАГ, Это был ГУЛАГ. Осталось было 198 человек коренных жителей здесь. Он один остался из коренных жителей, сейчас здесь уже. Подробности с открытием музея археологического дерева смотрите в нашем следующем выпуске. А мы продолжаем. В Японии завершилась Олимпиада по информатике. В ней принял участие выпускник лицея имени Лобачевского КФУ. С какими результатами вернулся Рамазан Архматуллин, узнавала Аделья Шамилова. Выпускник лицея имени Лобачевского КФУ завоевал золото Международной Олимпиады по информатике в Японии. Рамазан Архматуллин стал лучшим из россиян, показав по итогам Олимпиады 11-й результат в мире и взяв золото в личном зачете. Также золото в свой актив записал еще один представитель России Владимир Романов, ставший 21-м. Два других российских участника стали обладателями серебряных медалей IOI-2018. После окончания лицея имени Лобачевского, Рамазан Архматуллин стал студентом Санкт-Петербургского госуниверситета. Аделья Шамилова, Универньюз. С 4 по 5 сентября в Казанском федеральном университете проходит Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы геодези и геоинформационных систем». Это одно из ключевых мероприятий Татарстанского нефтегазового форма. Подробности с двухдневной научной встречи смотри далее. На базе КФУ открылась Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы геодези и геоинформационных систем». Это мероприятие, одним из организаторов которого стал КФУ, уже седьмой год подряд входит в деловую программу Татарстанского нефтегазохимического форма. Мы в седьмой раз уже проводим конференцию научно-практическую «Актуальные вопросы геодези и геоинформационных систем». Соответственно, семь лет назад в рамках нефтегазохимического форма была высказана заинтересованность, что геодезические и геоинформационные технологии тоже должны находить свое отражение в этом огромном, очень важном для республики мероприятии. 5 сентября состоялась экскурсия в Инженерный институт КФУ. Участников конференции ознакомились с инновационными разработками ученых приоритетного направления «Астровызов», часть которых уже внедряется в производство. Очень большая заинтересованность нефтегазохимического сектора в тех технологиях, которые продвигает КФУ. Участие в конференции принимают около 150 специалистов в области геодезии. Участниками конференции стали представители различных министерств, ведомств, компаний, вузов и других организаций федерального регионального уровня. Конференция завершилась в Астрономической обсерватории имени Энгельгарда КФУ. На базе обсерватории прошла работа секций, на которых обсуждались актуальные вопросы геодезии. Во время секционных заседаний свои исследования смогли представить и магистранты Казанского федерального университета. 50 первокурсников Высшей школы информационных технологий и информационных систем КФУ будут обучаться за счет грантов правительства Татарстана. О подробностях грантовой поддержки студентов расскажет Аделя Шумилова. В Казанском IT-парке состоялась церемония вручения грантов правительства Татарстана на обучение в сфере информационных технологий для студентов Высшей школы ИТИС Казанского федерального университета. Данными грантами были удостоены 50 первокурсников Высшей школы ИТИС. Награду на обучение вручили премьер-министра, министр информатизации связи Татарстана Роман Шихудинов и директор Высшей школы информационных технологий и информационных систем КФУ Айрат Хасьянов. Гранты будут вручены 50 первокурсникам ИТИС. У нас уже гранты вручаются 8 лет. За это время Республика Татарстан поддержала огромное количество наших пустников и наши пустники уже начали возвращать эти деньги своими налогами. Средний период возврата денег, потраченных на студента ИТИС, примерно менее 5 лет. То есть менее чем за 5 лет он полностью возвращает налогами Татарстану те деньги, которые у него потрачены, плюс продолжает работать. И после этих менее чем 5 лет он еще продолжает налогами обогащать нашу Республику. Не только технологически, но и финансово. Первоначальные гранты получили студенты первого курса Высшей школы ИТИС с высокими баллами ЕГЭ, которые не смогли пройти на бюджетное отделение. Для того, чтобы получить грант в этом году было необходимо набрать 244 балла ЕГЭ минимально. Это на 13 баллов выше, чем в прошлом году. В этом году в принципе мы набрали на 100 человек больше, чем планировали. Общий набор в ИТИС составил порядка 277 человек. Выделение грантов для первокурсников проходит ежегодно с 2011 года с целью поддержания талантливых студентов, а также для удержания ИТ-специалистов в регионе. Грантовая система дает возможность получать высшее образование в ИТИС КФУ бесплатно в течение года. Узнала я про это не сразу. Сначала думала чисто про бюджет, потом поняла, что это отличная возможность. Если на бюджет, допустим, не хватает баллов, то грант это вполне реально, вполне доступно и очень хороший стимул. Поддержать это надо каждый год. Хороший стимул для учебы и вообще возможность получить высшее образование. На самом деле это получилось довольно спонтанно, потому что в ИТИС я даже не подавал документы, я думал, у меня слишком маленькие баллы, а про программу грантов я даже не слышал. Но просто именно зам директора ИТИСа нас переубедила, когда мы пришли на документы подавать. И так и вот получилось. Нам рассказали про гранты, а само направление очень, ну я считаю, актуальное, очень перспективное, поэтому я рассмотрел только его. На последующих курсах гранты сохраняются за студентом только при условии хорошей учебы. Аделья Шамилова, Владимир Нелюбин, Неверньюс. А на этом наш выпуск-подход к концу. Следи за нами в социальных сетях и будь всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова